Открывай нови святы Слот-Сити Еб***ь, а можно поспать? Немного, не может? Минувшей ночью более ста дронов атаковали объекты на территории Рашистской Федерации. В Краснодарском крае гремели мощные взрывы. О, слышишь? На эстакаду прилетело. Все, нет эстакады у нас. Да, наши везеры горят. Это все горит вокруг. Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция, тут бочки. Только что взорвался. Под ударом беспилотников оказались Новороссийский порт, терминал транснефти, мазутный терминал. Местные жители сообщали, что взрывы были слышны. После трех часов ночи. Телеграм-каналы публиковали кадры работы ПВО и пожара в порту. Местные жители тем временем насчитали как минимум 19 взрывов. Они подтверждают, что есть прилеты по порту и нефтебазе. А в некоторых районах города исчезло электричество. Новороссийский порт также оказался обесточен после прилета. Так называемый заместитель председателя Новороссийска Александр Яминсков примерно в 5 утра сообщил об отключении электричества в ряде районов. Также после атаки беспилотников и взрывов в городе утром не работал общественный транспорт. Из-за опасности местных жителей просили не покидать своих домов. Порт взорвали наш. Наш порт взорвали. Кроме этого, под удар дронов попала нефтебаза в Туапсе и электроподстанция в Севастополе. В оккупированном городе начались проблемы с электричеством и остановился общественный электротранспорт. Министерство нападения РФ сообщило о крупнейшей украинской атаке дронов с начала войны. 108 украинских беспилотников, 51 из которых атаковали Крым, 44, Краснодарский край, 6 Беков в Черном море, столько же Белгородскую и 1 Курскую область. Самые масштабные атаки дронами предшествовали два дня ракетных обстрелов аэродрома Бельбек в Крыму. К вечеру четверга появились спутниковые снимки, на которых видно следы пожара на месте стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Американский институт изучения войны сообщил, что два МиГ-31 и один Су-27 были уничтожены, а два МиГ-29 повреждены. Прошлый массированный удар дронами произошел 27 апреля и был направлен на Краснодарский край. Тогда, по данным расистов, регион атаковали 66 беспилотников. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю, почему. Вот потому что... ну потому что... Возмездие, именно удары возмездия, именно вот такое проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти. Лишить их ощущения безопасности и сытости, это задача даже более важная, чем, условно говоря, уничтожить такое-то количество танков или такое-то количество БТРов. Я уверен, что после вот этих испытаний украинский народ, ну-ка, наконец-то, может быть, дойдет, может быть, придет все-таки понимание о том, кто виноват. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Герань продолжает свести по всей территории, временно оккупированной нацистами Украины. Удары наносятся фактически каждый день, иногда по несколько раз. Главные цели – транспортная и энергетическая инфраструктура. Введение веерных отключений по городам и весям незалежной – это решение Киева, а не главное следствие наших ударов. Вот так Украина без электричества выглядит за спутниковых снимках после уничтожения критической инфраструктуры. Вокруг Украины, как и на Востоке, так и на Западе, все в огнях. Только незалежное во мраке. Действия России эффективны. Будет прилетать. Я очень надеюсь, что много, часто, жестко и беспощадно. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться ненавижу. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Мы наносим удары по Украине. Посмотрите, впечатляет. Впечатляет. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Голодные, голодные, без свет. Не будут работать госпиталя, больше хохлы будет дождь на операционных столах. Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией и связью, включая интернет. Я предполагаю, что страна станет в коллапсе. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в герме, извиняюсь за выражение. С явной угрозой эпидемии. Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не учиться. Сегодняшние удары и еще три таких просто вгонят всю незалежную в каменный век. Надо до конца уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Украины, погрозить ее в 16-й век. Волнение, ожидание холодов, голода, не знаю, что угодно, потолок ледяной. Конечно, это ждет Европу. Это холодомор. Когда полетело по инфраструктуре, и не долетело еще, надеюсь, что и сегодня полетело. То, что они заерзали, то, что они так на это реагируют, показывает, говорит нам только об одном. Мы правильно делаем. Мы попали в яблочко. Вот это и надо было делать с самого начала. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Просто по плану. Вот по графику. Как и положено настоящим друзьям, Си Цзиньпинь не стал тратить время на то, чтобы встретить Путина прямо у трапа. Сюзерен решил, что вассала во дворец и прислуга встретит и проведет. Ничто так не указывает на то, что именно ты сильный лидер, как жалобный скрип тормозных колодок твоего драндулета. Водитель Голиковой говорит, что такое ведро бы не купил, даже если бы цену опустили до 10 миллионов. За 195 тысяч километров пробега двигатель в Аурусе поменяли шесть раз. Подвеска разваливается. Вся электроника слабая. Бензин жрет, как лошадь. Си Цзиньпинь, спасибо. Спасибо. Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина. Честно говоря, оно вот именно так все и выглядит. Министра финансов посадили в автобус к журналистам. Чтобы не надоедал своими просьбами, разблокируйте банковские платежи. Все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайские президенты, его команда сделали нашему президенту. Переговоры прошли очень хорошо. Путин, пусть и не с первой попытки, но все-таки убедил Си Цзиньпиня покупать российский топинамбур и говяжий хрящи. Участникам делегации подарили золотые, серебряные и голубые значки. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.